всем привет дубки на связи хожу брожу по полям выглядываю овец приехал ко мне фермер которому я ходил спрашивал насчет овец сказал что к нему подошел какой-то парень сказал что в районе табачки видели двух овец табачка это вот табачные склады бывшие территория птицефабрики волга территория довольно большая где видели когда видели непонятно но видели так что надежда остается что овечек я найду своих если ты мои но я думаю других то здесь быть и не должно откуда им здесь взяться хожу кричу ору зову найда найда катя 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 зай 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 ну как я обычно их подзывал когда с козами пасся найда овца у меня на кличку свою на тренированная кучку свою знает на свое свое на свое имя подходит когда уже сходит жара когда мне кажется должно овцы выходить на выпуск уже темнеет и здесь не видно и здесь что еще я набредал на две толпы собак ну вот уже прошел месяц после того как овцы мои потерялись если за месяц их собаки не съели то как бы может и здесь они их не настигнут здесь есть ручьи овражки то есть здесь есть вода соответственно мне кажется они должны где-то здесь тусите от этого места далеко не уходить но потому что от воды далеко особо не уйдешь потом придется где-то искать ее здесь особо нигде не найдешь более если только через федеральную трассу перейти там тоже маленькие эти речушки здесь вот рядом подсолнечное поле так что они здесь могут еще и подсолнуха пожрать вдоволь в нем же спрятаться вот ну пока поиски мои безрезультатно хожу смотрю вдаль пытаюсь куда-то там вглядеться кого-то усмотреть найти я уже как-то за месяц и надежду потерял что овцы мои могут объявиться и вернуться ну вот всплыли так что такие новости ребята на данное время довожу до вашего съедения потому что до сих пор очень много вопросов пришли ли овечки вот отвечаю что вечек пока нет ну вот известия про овечек появились кто за них переживает вот надежда есть у нас поля поля жарко туда сейчас ходил к озерам где ну озера вообще невозможно рядом с водой находиться такое не испарение такой жар вот я спустился к воде такое ощущение как будто мне ноги паром горячим обдают настолько испаряется это вот жарище я говорю у нас жара стоит с июня месяца весь июнь как начался и шпарит и шпарит и шпарит нам каждый день 35-40 35-40 буквально несколько дней у нас погода температура опускала до 28 градусов и опять пекло пошло вчера 36 сегодня 37 эго погода наверное нам матушка компенсирует вот этот вот средне годовой градус сентябре у нас наверное будет резко минус 50 и дождей у нас за лет особых нет наверное нам тоже в сентябре норму дождей выдаст будем надеяться что такого не произойдет машины едут может сумма видели ладно давайте новости будут я вам обязательно скажу так петрушу спас моего красавца он у меня живет во дворе со всеми курами не ходит потому что он одноглазый не знаю где у него второй глаз куда он его дел покупал с двумя глазами ну вот один глаз то ли выбил то ли как тон у него ну короче одноглазый но петух счастливый здоровый в ролике вы его видите у меня регулярно это порода ухей люй немножко цыплят у меня от него получилось вот ходит по двору ком министру сват королю с козами в основном живет фураж с ними клюет только у коров ходит что-то там подбирает ну короче а выпустил курпу гулять калитка открыта и эту вот калитку во двор не закрыл и видимо он вышел и эти мои сколько тут их шесть или семь петухов на него накинулись и чуть его не закрывали а он еще и не сдается да 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 те надавали вон видите бровь ему рассекли ну гребень ты еще не сильно ему расфигачили видимо только что он вышел идем эти во двор от них да что ты господи делаешь час я петухов переколю лишних я тебя куром пущу иди он апельсин напугался аж так ребята смотрите какую красоту я вам собрал эта корзина пасхальных яиц ячейка пасхальных яиц но мне и самому хочется продемонстрировать вам плод своих трудов и вам показать про мотивировать вас чтобы вы разводили своем хозяйстве тоже кур с таким же пасхальным яйцом это не так дорого как многие думают я тоже не имею больших средств чтобы покупать дорогой инкубационное пасхальное яйцо чтобы выводить кур таких вот интересных я это иду другим путем я покупаю петухов этих петухов скрещиваюсь своими порами с корами тех пород которые есть у меня вот и пусть этот путь более долгий но он более интересные как видите он тоже плодотворный продуктивный сейчас я вам про каждый из этих цветов расскажу естественно у меня есть куры которые несут обычные яйца привычные всем с белый бежевый коричневатый скорлупой но расскажу про эти расцветки про этих кур которые самые выигрышные самые эффектные опять-таки призываю вас разводить этих кур чтобы вы на них зарабатывали больше потому что чтобы вы продавали яйцо не только пищевое дешево я например 100 рублей десяток продаю но и инкубационные а инкубационное яйцо я в сезон продаю от 40 до 100 рублей за штуку вот сами понимаете это другой доход и другая рентабельность птицы которые в вашем хозяйстве ну начнем эти вот голубые яйца которые по центру несут куры в породы амероукана может быть еще порода легвар вот эти вот шоколадно-коричневые яйца это несут куры породы маран но в моем случае это куры поместные я скрещивал кур породы хайсекс браун с петухами маран и это вот несут куры первого поколения породы маран то есть поместные с мараном даже несут вот смотрите такое темно-коричневое довольно интересное яйцо вот это яйцо которое посередине зелено-оливковое ни одна порода кур не несет такое яйцо это несут помеси гибриды кроссы как хотите так назовите между породой которые несут голубое яйцо и породы которые несут шоколадное яйцо в моем случае я скрещивал кур породы амероукана с петухом породы маран получились куры которые вот несут такое яйцо опять таки не все куры несут такое яйцо некоторые несут потемнее некоторые посветлее видимо это зависит и от линии и каких-то других качеств опять-таки зимой яйцо темнее чем она летом тоже на это стоит обращать внимание многих интересует вот это сиреневая розовая лавандовая как хотите его назовите яйцо что это за порода несет я тоже хотел добавить такой цвет в свою пасхальную ячейку я знаю что яйцо состав с такой скорлупой несут куры породы лангшан они у нас в россии не очень развитые их буквально держат в паре тройка в паре тройки хозяйств россии я связывался с заводчиками одно яйцо инкубационное стоит 150 170 рублей ну кто как запросит плюс пересылка плюс знаете кур в россии этих мало они наверняка уже между собой родственные то есть ну под вопросом такое яйцо покупать на инкубацию я не ожидал что такое яйцо появится у меня и мне просто не хватало пищевого яйца я купил кур на птицефабрике порода хайсекс браун кросса хайсекс браун и вот некоторые из этих кроссов не все буквально там штуки 4 из 15 несут вот такое сиреневое яйцо она вот с таким белым напылением но если его намочить сейчас мы его на слинявим простите за выражение вот она видите она коричневая но как высыхает и на нем вот такой восковой белый налет появляется и придает такую интересную окраску смотрите как интересно смотрится такое яйцо даже как пищевое продать можно подороже например не по 100 рублей ну я не знаю такую смешанную ячейку как подарочные можно сделать я думаю 150 запросить не грех за такую красоту вот поэтому призываю вас разводить таких интересных кур сейчас на авито много в продаже появилась петухов пород с пасхальным яйцом вас откройте авито посмотрите это могут быть породы маран амираукана араукана ликбар ухейлюй синьсиньдянь что там еще то аянцемани они тоже эти породы несут в основном не голубой а вот такой вот видите она как ты не голубое но и такое зеленоватое яйцо но если петухов этих пород вы скрестите со своими курами то тоже у вас на следующий год куры первого поколения будут нести пасхальное яйцо а если вы в хозяйство купить одного петушка породы маран которые несут такое яйцо одного петушка породы с голубым яйцом из-за вышеперечисленных мною ранее то есть перечисленных то у вас тоже получится довольно интересная такая корзинку ну смотрите ну какая красота ай-яй чтобы все не упало как это выигрышно красиво интересно смотрится даже чисто для себя порадовать глаз угостить родственников друзей близких удивить их тем самым возможно проявить и побудить их интерес к натуральной продукции вот ну и соответственно больше заработать и интереснее так что дерзайте глядя на меня видите у меня все получается незамысловато ну значит получится и у вас так ребят смотрите забор практически добили вчера с братом зашили калитку и откатные ворота остались распашные ворота зашить вот ну и подпилить вот стал бы надо будет которые выше уровня забора чтобы они в глаза не бросались со стороны двора тоже мне клиент говорит зачем ты выставил эти стал бы и направляющие в улицу по колхозному сделал это вообще уже двор идет соседей и здесь вот от моего угла и сюда у них в дальнейшем планируется ворота тоже такие откатные это все закроется воротами когда я не знаю но когда-нибудь закроется это дополнительные ворота будут у соседей как технологический проезд раньше это у нас назывался зады то есть здесь у них были сарае здесь была скотина навозная куча сюда подвозили сено вывозили навоз заезжал трактор пахать огород вот то есть парадная калитка у них вон с той стороны а здесь дополнительный подъезд так как задов как у нас называются делают проулки где для прогона скота у них не предусмотрены скотину они выгоняли вот отсюда то есть у дедушки здесь была как бы парадная часть а у них здесь была техническая часть ну вот издержки строительства и углового участка ну вот так это выглядит с улицы вот так вот принципе вполне достойно мне кажется все отмечают цвет очень классный цвет это цвет графит ну и раз мы оказались здесь рядом с хутором фермы заехали на участок бабушки то здесь бывший я дом стоял дома уже нет остался только старый сарайчик который для инструмента строили и он уже обветшал вот на этом месте был дом а это вот был огород сюда до пруда остались заросли вишни саратовская малышка алыча там где-то внизу должна быть сейчас схожу посмотрю но она мелкая в принципе не особо то и ценно и нужная знаете когда я был маленьким это город казался огромным большим и как будто бы до пруда было сверху идти идти а так вот сейчас смотрю и не особо тут и земли есть когда я был маленький сюда приезжали здесь сажали лук чеснок тыквы вот такое что не требует полива так на прополк суда на мотоциклах приезжали здесь вот прудик когда весной в том году мы сюда приезжали здесь паслись телята вон они видимо из того двора и это видимо те прошлогодние телята которые есть у меня в прошлогоднем весеннем ролике вот люди здесь все-таки живут скот держат на той стороне есть газ начать скоро дубки к саратову присоединят это хутор тоже относится к дубковскому муниципальному образованию и тут будет тоже город саратов представляете вот здесь участок напротив вон баня виднеется здесь черня и выжили и их огород спускался сюда к пруду я помню у них на заборе всегда сидели андатры они накупаются здесь пруду и на заборе сидели сушили них свой чистили утки плавают гуси здесь где-то шатаются а вот гусь в принципе смотрите клювы и темные теоретически это помеси с китайскими но они надо сказать тихие и не орут абрикосы вот тут растут своей жизни яблоки все все побросали на той стороне что-то строит она потому что этой стороне газ есть на этой стороне как-то поскромнее бабушка называла здесь было в свое время 30 что ли семей на их недавно мне перечисляла всех помнит как сейчас как будто бы только что отсюда переехала хотя она когда уже в том дому жила на почтальоном работала и этот участок этот хутор был ее участком и она сюда пешком 3 километра выносила почту